Ну что же, Анна, вы проголодались? Безусловно, уже успела за эти 17 минут, что мы с тобой работаем. Тогда пришло время подкрепиться, и сегодня мы вас, друзья, приглашаем позавтракать в Центральную Америку, а именно в Республику Панама. Республика Панама – государство, расположенное в Центральной Америке, на Панамском перешейке. Да-да, если вы сейчас задались вопросом, откуда пошло название Панама, именно оттуда вот этот головной убор был назван в честь открытия Панамского канала. Итак, на языке индейцев местного племени Куэва название можно перевести как «место, где много рыбы». Ну конечно, два океана, еще и море. Панамская кухня представляет собой совокупность индейских, испанских и африканских культур и обычаев в области кулинарии. Для панамской кухни характерно обширное употребление риса в различных видах. Его кладут в супы, жарят с мясом и овощами, из него делают десерты, ну, самый популярный, например, рисовый пудинг. Я думала, ты скажешь, что тут во всех проявлениях едят рыбу, кстати, это тоже правда. Также жители Панабы едят очень много клубней и корнеплодов, при этом картофель распространен меньше, чем маниока или ямс. Популярные кукуруза, бананы, курица, мясо страна имеет выход сразу к двум океанам, как вы уже поняли, к Тихому и Атлантическому, что позволяет активно ловить и употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Завтрак панамцев это вполне обычное блюдо. Яичница, тосты, фрукты и обязательно кукурузные лепешки. Многие блюда подаются именно в них. И это очень удобно, потому что лепешки порой заменяют столовые приборы. Это же как здорово. Ты на работу опаздываешь, ничего не надо. Можно ничего мыть, поел и вкусно, и время экономит. Класс. Интересно, можно ли использовать лепешки вместо салфеток. Видов лепешек много. Это и традиционные маисовые лепешки тортилья де маис. Их часто сворачивают в трубочку и наполняют овощами, мясом или сыром. И десертные кукурузно-банановые лепешки платан тортилья. Вот так вот, или плантан. В общем, поправьте меня те, кто знает испанский. Ну давай про десерты продолжим тему. На завтрак подают сваренный в кокосовом молоке рис. Также есть пирог с фруктами Эль Кармельо. Любят они еще есть ванильный пирог Тресле, чая в переводе с испанского означает «три молока». Это такой нежный бисквитный торт, пропитанный тремя видами молока. Сгущенным, концентрированным и густыми сливками. Что еще там любят? Лимонный мирок Пидель Лемон. Свообразные бизе из кокосового молока, Деличе, Де Коко и многие другие еще сладости. Сейчас Таня по-испански точно заговорит после такого перечисления. По утрам панамцы любят пить чай, горячий шоколад или кофе. Причем употребляют его здесь в больших количествах. Подается он в таких небольших кувшинах. И обязательно к ним, к этому кувшину, добавляют еще маленький кувшинчик горячего молока. Разливается в крохотные чашечки кофе, потому что он здесь очень крепкий. Ну и популярен и традиционный латиноамериканский чай из листьев мате. Ну и всевозможные прохладительные напитки. Уверена, вы их знаете. Может быть, только название незнакомо. Ну, смотрите сами. Батидос. Это молочный коктейль с мороженым. Сразу вкус детства, да, помнишь? Пипос. Это большие такие зеленые кокосовые орехи. Внутри там что? Кокосовое молоко. То есть мы привыкли видеть коричневые орехи, да, вот у нас продаются. А там зеленые. И поверьте, на пиццу можно, мне кажется, не только одному человеку. Там литр-два жидкости. Даже так? Да, содос, это лимонад. Ну, я так понимаю, это не просто газировка, которую они покупают в магазине, это какой-то хендмейд, то есть самодельный. Еще они пьют чичас, это смесь фруктовых соков со льдом. Слава богу, без сахара, потому что в многих странах добавляют еще сахарок. То есть им почему-то сахара, который содержится во фруктах, недостаточно. Но панамцы без сахара, только со льдом. Чтобы не концентрировано было. Что вы думаете, была ли Татьяна где-то в районе Панамы? Мне это подсказывает, что да. Мы желаем вам приятного аппетита в любом случае, если вы в это время завтракаете. И, конечно же, доброго утра.